Сегодня у нас, мне кажется, интересные темы, которые важны не только как некие абстрактные явления, но мы говорим о фестивалях как очень важной части нашей жизни, возможности какие-то наши творческие идеи и проекты, фантазии, которые хотели преподнести публике таким особым способом, привлечь к этому внимание. И способы эти очень многообразны. Поэтому сейчас моя цель сделать такой обзор тенденций в современном фестивальном движении, для того, чтобы каждый из вас потом мог прикинуть для себя, какая модель была бы для вас интересна. Если мы говорим, например, о молодых композиторах, поскольку всё это проходит в рамках форума «Новые классики», конкурса для молодых композиторов, то я специально в конце добавила раздел, связанный с фестивалями, посвящёнными современной музыке, вообще с проблематикой о том, куда композитору сегодня податься со своим произведением, нужно ли искать специально какие-то проекты, конкретно связанные с исполнением современной музыки, либо лучше, может быть, подумать о том, чтобы вписаться в контекст, в более широкий контекст и адресовать свою музыку всем слушателям. Ну, фестивалей на самом деле великое множество, и я хочу сказать, что в последнее время я сталкивалась с такими мнениями, что в некоторых регионах, например, какой-то один концерт называют фестивалем, и знатоки дуют губы и говорят, как это можно называть какой-то один концерт фестивалем. Фестивалей – это же очень много, это очень долго, разные события и так далее. Но вот если нам обратиться к словарному определению, что такое фестиваль, то… так, теперь я должна найти наши таблички, это оказалось непросто. Сейчас, ну, точку, да. Мы видим, что есть, ну, вот наши два известных словаря. Фестиваль – широкообщественная праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь видов искусств, либо фестиваль – периодическое культурное празднество смотр искусства. То есть в словарном определении вообще ничего не говорится о том, что должно быть пять концертов или десять, или два, а делается акцент на то, что фестиваль – это некая вот такая выставка, презентация каких-то нерядовых, небудничных явлений. Ну, и если вспомнить этимологию слова, фестиваль – фест, это латинское, в романских языках есть это понятие, это праздник. Поэтому здесь важна именно сама подача идеи, программы, которую вы хотите презентовать. Ну, например, очень часто фестивалем называют концерты, где происходит смешение жанров, то есть, скажем, и опера, оперные номера, и балетные, и какое-нибудь художественное чтение, не знаю, и кроссовер какой-то, выступления, например, академического оркестра и народного. Вот это всё вполне упаковывается в название «фестиваль». Но, тем не менее, конечно, более традиционно для нашего понимания фестивали, где всё-таки есть некий набор концертов, распределённых во времени. И, например, мы можем как классифицировать фестивали. Есть целая группа, которая посвящена пропаганде какого-то одного вида исполнительского искусства. Например, лики пианизма в Мариинском театре. Чудесный многомесячный фестиваль, где предоставляет возможность сыграть в разных залах Мариинского театра как очень известным пианистам и российским, и зарубежным, так и совсем молодым, которые, попадая в этот контекст звёзд, сами получают шанс войти в эту когорту. И, кстати, действительно, на ликах пианизма было довольно много интересных открытий, дебютов. Я считаю, что этот фестиваль действительно удачный. Там нет какой-то специальной концепции программы. Каждый играет то, что он хочет, то, где он может себя показать наиболее выигрышно. И в этом, наверное, тоже своя есть прелесть. Также, кстати, в Мариинском театре есть виртозы флейты. По-моему, есть фестиваль, посвящённый арфе. То есть там такая тенденция развития оркестровых и вообще инструментальных специальностей. И это такая вот фишка этого места. В Москве подобный фестиваль есть в московской филармонии. Это виртуозы гитары. Тоже очень насыщенный и репрезентативный форум. Он проходит уже, по-моему, больше 20 лет. И знакомит нас с самыми разными достижениями гитарного искусства во всём мире. Здесь интерес именно в том, что приезжают очень многие зарубежные исполнители. И мы видим основные тенденции того, что сейчас есть в мире в этом направлении. С другой стороны, я часто люблю рассказывать о международном зимнем фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи как таком очень показательном явлении в фестивальном движении. Во-первых, само название фестиваль искусств позиционирует универсальный подход. То есть здесь максимально широко в программе представлены все возможные виды искусства. Балет, театр музыкальный, театр драматический. Фестиваль всегда сопровождается выставочными программами, турниром поэтов, конкурсом композиторов, образовательной молодёжной программы. То есть, как говорится, на все вкусы. Но поскольку Юрий Абрамович всё-таки у нас прежде всего альтист и дирижёр, то, естественно, какой-то главный доминантный акцент в его фестивале сделан на музыкальную часть и на инструментальные концерты. В целом это классика джаз с отдельными вкраплениями современных произведений. И вот здесь композиторам на заметку на этом фестивале принято заказывать одну мировую премьеру на каждый год. И это не только известные маститы и композиторы, но есть возможность попасть в эту обойму и совсем молодым ребятам. Вот, кстати, в период самоизоляции русское концертное агентство объявляло прямо-таки конкурс среди композиторов, которые могли подать заявки, прислать свои партитуры. И из них выбиралось, по-моему, пять произведений, которые было обещано включить в течение сезона, вообще в программы Башмета, не только в фестивале, но в целом в сезоне. Поэтому здесь к современной музыке относятся с большим пиететом и поддерживают её, но вписывая в общий контекст. Давайте посмотрим маленький фрагмент, где сам Башмет что-то рассказывает о этом фестивале. Видим главные лица на фасаде Зимнего театра. Возможно, с того давнего впечатления Юрия Башмета и начался зимний фестиваль искусств в Сочи. Это только кажется, что зимой жизнь в курортных городах замирает. Во всяком случае, не в Сочи и точно не в феврале. Вот уже 10 лет зима в этом городе, время ярких музыкальных и театральных премьер, знакомств с необыкновенными коллективами, встреч с удивительными исполнителями. Вообще, я считаю, что фестиваль – это хорошо. Что я имею в виду? Это акцент на культурной жизни, музыкальной жизни, адрес на вот этого места. И чем он интереснее, тем люди более полноценной жизнью проживали. В этом году потрясающее начало, когда президент посетил нашу открытие. И своим появлением он повысил планку значимости этого нашего события. Первые три года фестиваль был как фестиваль классической музыки. Потом мы решили, что мы хотели бы его переформатировать и сделать из него фестиваль искусств. Так стали появляться проекты, основанные на синтезе жанров. Постепенно эта идея и стала главной идеей сочинского фестиваля. Я-то как раз пытаюсь соблюдать чистоту жанра, а если это уже соединяется, то эти мостики должны быть профессиональными, осознанными. Что касается... Ну, сейчас мы здесь прервемся. Фестиваль Башмета для Сочи сейчас – это, пожалуй, одно из самых главных культурных событий в сфере классической музыки. Ну, там ещё проходит фестиваль, куда съезжаются звёзды нашей попы-страды. Но надо сказать, что уже многие люди приучены к тому, что в феврале там есть такое культурное событие, и некоторые подвёрстывают свой отпуск, чтобы приехать в Эмеретинскую долину, покататься на лыжах и посетить целый ряд интересных программ Юрия Башмета, которые вы можете услышать только в Сочи и нигде больше. И это очень важный момент. То есть занята была вот такая пустующая ниша, и фестиваль приучал этот город, где публика, в принципе, прежде всего курортная, то есть она меняется, понять, какая твоя целевая аудитория, очень сложно. Отсюда вот эта как бы универсальность подхода. И сейчас это уже неотъемлемая какая-то часть культурного ландшафта. Я должна сказать, что в начале этого года, в конце января, Юрий Башмет и Русское концертное агентство провели первый похожий фестиваль уже в Москве. То есть спустя 12 лет существования Сочинского фестиваля и Дмитрий Гринченко, директор фестиваля, сказал, что они только сейчас поняли, что накопили силы и творческий багаж для того, чтобы завоёвывать Москву. Это очень важный момент, где вообще организовывать фестивали, потому что такой огромный мегаполис, как Москва, Петербург, требует совершенно другого подхода, чтобы не потеряться, не стать каким-то одним из тысячных событий, которые происходят в Москве. И для Москвы была разработана специальная концепция, на каких площадках это проводить, потому что в Сочи это всегда центральная площадка, это зимний театр и совсем чуть-чуть органный зал. В Москве Башмет проводил в московской филармонии, в зале Чайковского филармония 2, в геликон-опере, то есть были задействованы разного типа зала. То есть вырабатывалась специальная концепция и даже специальный визуальный дизайн, потому что я обратила внимание, что по Москве были такие веселенькие, розовенькие афиши, в стилистике комиксов. Юрий Абрамович Башмет неожиданно выглядел в таком даже чуть-чуть карикатурном, может быть, виде. И я спросила опять-таки у Гринченко, почему они отказались от такого пафосного классического имиджа. И был ответ, что да, вот это необходимо для привлечения внимания, для привлечения внимания той аудитории, которая не ходит, например, постоянно на классическую музыку и молодёжную, которая вот эта стилистика более понятна, привычна по Инстаграму, например. И это тоже, в общем, требовало какого-то осмысления и понимания, и выработки маркетингового подхода. График фестиваля – очень важная вещь. В Сочи концерты идут каждый день, иногда два раза в день. Время спрессовано, вот здесь название «10 дней, которые потрясли мир», потому что 10 центральных концертов за 10 дней. Чередуются жанры, всё построено на контрастах. Мне встречались здесь очень часто региональные фестивали, и меня там приглашали как критика. Приезжайте к нам, например, в Курган на фестиваль «Лисовер Салатса». Вот будет проходить 25 сентября, условно говоря. По 5 октября у нас будет 4 концерта. И я спрашиваю, и как же это будет? Ну вот будет, не знаю, там 25, 28, 1 октября и 5 закрытия. Почему так делается в регионах? Потому что там публика приучена к каким-то, например, определённым филармоническим дням. Концерты классической музыки не идут там каждый день, они рассредоточены. Но для привлечения, скажем, публики из других городов, критиков, которые делают вам имидж на этих фестивалях, такой график неприемлем, потому что кто же будет сидеть в Кургане 10 дней просто так из-за 4 концертов и тратить время. Максимум можно приехать на один, но тогда ты застанешь только какой-то кусочек события, составить представление о фестивале будет невозможно, как о целом. Фактически ты посещаешь просто какой-то концерт и всё. И в этом тоже проблема многих фестивалей в регионах, потому что нет понимания того, что это нечто специальное, какой-то специальный ивент, его нужно организовывать вне графиков, вне традиций, опять-таки для того, чтобы это было нечто из ряда вон выходящее. Вот тоже недавний пример. Буквально на прошлой неделе я была в Нижнем Новгороде. Там молодой симпатичный фестиваль называется «Стрелка», который организовывает продюсер Алексей Трифонов, это продюсер Теодора Курензиса и музыка «Этерна». Название «Стрелка» связано с конкретным местом в Нижнем Новгороде, это слияние Оки и Волги. В этом месте стоит красивейший храм Александра Невского. За храмом построили огромный стадион. Перед стадионом стоят пакгаузы, это такие конструкции железные, которые, собственно, являются складами, но в данный момент там нету стен, то есть это абсолютно такие вот для каких-то даже перформансов скорее подходящий антураж. Но вот там год назад проходил первый музыкальный фестиваль прямо вот фактически на берегу этого слияния двух рек. И вот необычное место, необычная атмосфера, музыка и природа – это всё легло в концепцию фестиваля. В этом году, когда он сейчас проходил, уже сентябрь, конечно, в пакгаузах и не побалуешься, поэтому фестиваль был перенесён в драмтеатр. Опять-таки не в филармонический зал, не в оперный театр, а в какое-то такое место, где классическая музыка, может быть, первый раз вообще звучит симфонический оркестр. То есть, видите, интересная концепция, где место делает саму атмосферу фестиваля. Ну вот и после фотографий в соцсетях ездила я и ещё четверо моих коллег из разных СМИ. Мне стали писать в комментариях вопросы, что же это такое там происходит в Нижнем Новгороде, что привело сюда весь цвет столичных критиков. И вот опять-таки умение сделать события. В зале, я могу вам сказать, было на первом концерте, по-моему, 500 человек, а на втором, мне кажется, в половину меньше, потому что первый концерт был оперный гала, а второй был концерт из сочинения Шостаковича, Уствольска и Вайнберга. И вот сразу мы видим проседание интереса публики, уже такая вот широкая аудитория. Этот фестиваль проходил в рамках цифровой конференции ЦИПР. То есть это была некая культурная часть, такой вот совершенно не связанной с музыкой конференции. И вот эта публика, она уже не очень интересовалась современной по их представлениям музыки, хотя Шостакович и Вайнберг в нашем понимании это уже классика. Но, тем не менее, вот присутствие прессы, правильно организованная вообще имиджевая сторона этого события, дала ощущение грандиозного резонанса и значимости того, что происходило в Нижнем Новгороде. Но для самого города это, безусловно, было значимое событие, потому что это был первый фестиваль, первый публичный концерт, не считая приезда Валерия Гиргиева с пасхальным фестивалем на два часа в этот город в августе. Фактически этим фестивалем открылся сезон, потому что оперный театр до сих пор не знает, когда ему позволят пускать публику. Филармония пока вывесила афиши с 1 октября и надеется, что все планы как-то будет возможно реализовать. И таким образом это стало важным превью. Но, безусловно, составляющая артистическая, солисты Пермского оперного театра, которые уже априори привлекают к себе внимание, как люди, воспитанные и выращенные Теодором Курензисом. Но идея сочетания элитарной программы и очень доступной, плюс присутствие на открытии губернатора, все это сделало это событие действительно каким-то значимым. Теперь, если еще сделать один акцент на фестивале Юрия Башмета в Сочи, это так называемый именной фестиваль. Раньше, в советское время, именные фестивали были связаны с персоналиями композиторов. В том же Нижнем Новгороде в 60-е годы состоялся первый монофестиваль из произведений Шостаковича. Позднее там состоялся первый монофестиваль из произведений Шнитке. В городе Воткинске на родине Чайковского огромное количество лет проходил фестиваль и проходит, посвященный Чайковскому. Там, по-моему, уже 60 этих фестивалей прошло. В Клину мы знаем, сейчас уже несколько лет уже проходит фестиваль, посвященный Чайковскому. В Ивановке, в Тамбове проходит фестиваль, посвященный Рахманинова. Но, как видите, их, в общем, не так много. То есть далеко не каждый композитор удостаивается фестивалью. Либо все ждут очень круглые даты, как, скажем, 300 лет со дня рождения Баха. Тогда в нашей консерватории был чудесный фестиваль, посвященный этому событию. Либо, по-моему, было 120-летие Стравинского. Тоже был очень интересный фестиваль. Но это такое одноразовое явление, то есть это не ежегодно. Те фестивали, о которых сейчас я говорю и буду говорить, фестиваль Пашмета, фестиваль «Звезды на Байкале» Дениса Мацуева, фестиваль «Владимир Спиваков приглашает в Перми», транссибирский фестиваль Вадима Репина в Новосибирске. Это все ежегодные фестивали. Они как бы имеют свое название, но мы всегда с этим названием «Звезды на Байкале» Дениса Мацуева. То есть для нас неотъемлемо персоналия художественного руководителя, который не просто где-то там за столом сочиняет программу и по электронной почте приглашает артистов. Он является движущей силой и доминантой этого фестиваля. И как ни крути, главными оказываются те программы, в которых принимает участие сам худрук. Хотя, безусловно, и другие программы могут и обычно и бывают интересными, яркими, но все равно на себя волей-неволей главный герой фестиваля оттягивает внимание. Это как бы правило игры. Но раз уж я заговорила о фестивале «Звезды на Байкале», то я скажу о нем несколько слов, в чем его уникальность и значимость. Но прежде всего значимость для этого региона. Мы знаем такой государственный документ «Основы культурной политики», где есть важный пункт о равной доступности культурных ценностей всем гражданам России. Для нас это здесь, в Москве, воспринимается, возможно, как некая такая абстракция. Записали на бумаге, что-то сформулировали. Но надо себе представить, какое огромное количество людей в разных городах России может быть, вообще никогда не слышали живой симфонический оркестр. Либо его слышали только в трансляциях, по телевизору, только читали в газетах о существовании определенного количества известных артистов. И вот заслуга Дениса в том, что в Иркутске жители воочию слышали и заслуженный коллектив республики с Юрием Тимиркановым, и, скажем, израильский филармонический оркестр с Зубиной Метой. И видели программу с Жераром Депардье и Фаней Ордан. То есть, ну вот, какие-то культовые личности нашего времени побывали в этом городе. И, конечно, это здорово, потому что это ощущение какой-то причастности и нахождения в общем культурном поле. Я должна сказать, что вот однажды в Сочи, в прошлом году, как раз на фестивале Башмета, ко мне подошла молодая журналистка и стала рассказывать, как важно, что вот в Сириусе параллельно в течение сезона проходят концерты классической музыки, где приезжает, ну, например, оркестр Татарстана с Александром Сладковским или Дрезденская капелла с пианистом Рудольфом Бухбиндером. Для нас с вами, опять-таки, это имена, которые мы часто здесь слышим, в столицах. Она мне сказала, для меня так важно, что вот я наконец смогла поехать, услышать их живьём. Это те артисты, о которых я много читаю в газетах, в интернете, я вижу их трансляции, но для меня было очень важно проверить те мнения и те оценки, которые о них существуют, своими ушами, и их услышать. То есть, на самом деле, когда мы говорим о миссии таких фестивалей, о том, что они знакомят, привозят, доставляют, так сказать, в отдалённые города вот эти культурные ценности, это крайне важно. И, кроме того, конечно, благодаря этому фестивалю город Иркутск в далёкой Сибири стал известен во многих уголках мира. То есть, это очень важный бренд места. И это тоже одна из миссий фестиваля. То есть, поднимать то географическое пространство, то локацию, где он происходит. И в этом отношении, конечно, тоже интересно, когда фестивали проходят не в столице, а в каких-то отдалённых регионах, потому что это способствует просто развитию этого города, развитию туристической деятельности. И город очень часто благодаря фестивалю начинает как-то облагораживаться. То есть, это такая вот взаимная подпитка через классику, через музыку совершенно других отраслей экономики, культуры в этом городе. И это, конечно, крайне важно. Ну, здесь у меня есть ролик, посвящённый, скажем, Транссибирскому фестивалю. Мы можем просто посмотреть для того, чтобы вспомнить какие-то вехи. Он был снят два года назад. Так, покажись нам. Сейчас, секундочку. Это уже своего рода традиция Транссибирский фестиваль в Новосибирске, Новосибирск, который является центром этого форума. И здесь, конечно, идут самые главные премьеры, представления, концерты и спектакли. Сегодня было все составляющие, Великолепная публика, великолепное оркестр, фантастические солисты. И я счастлив, что сам был на сцене. И все вместе, мне кажется, получилось прекрасное открытие. Я очень рад и всех поздравляю. Все, кто к этому причастны, включая нашу публику, потому что без нее тоже никакого фестиваля не может быть. Субтитры создавал DimaTorzok в силу того, что это был последний фестиваль, который не сдался во время мартовских всех отмен прямо один за другим, культурных событий, закрытия концертной жизни во всех городах, вообще полным локдауном культуры. Транссибирский фестиваль смог провести свое открытие с публикой, потом ушел в эти концерты онлайн без публики, это были 29-е, 30-е марта. И это была такая, в общем, очень напряженная история, потому что уже иностранные солисты не могли приехать. Буквально на ходу туда впрыгивали Александр Бузлов, Полина Осетинская. То есть людям, которых... Вадим позвонил за неделю, за пять дней до концерта и спросил, можете ли вы приехать и сыграть вот такие сочинения, которые у нас заявлены в программе. То есть это некое было такое преодоление таких серьёзных препятствий. И всё-таки это случилось. Главную премьеру этого фестиваля сочинение «Площаница Арва Пярта», специально написанное для скрипки с оркестром для Вадима Репиной этого фестиваля, было решено провести вот сейчас, в сентябре, когда в марте Вадим надеялся, что осенью будет возможно восстановление концертной жизни. Но я хочу сказать, опять-таки, это было специальное разрешение губернатора, чтобы провести оставшиеся, по-моему, два концерта фестиваля, потому что оперный театр до сих пор там закрыт. Филармония, опять-таки, тоже ещё сезон свой не открывала. То есть, видите, именно для фестивалей всё-таки делают исключение, потому что понимают, опять-таки, ценность, особость таких событий. И, естественно, мировая премьера Арва Пярта привлекла внимание к культурной общественности. Туда съездили, опять-таки, критики. То есть это был действительно специальный ивент, то, для чего фестивали и делаются. Теперь я хотела бы сказать несколько слов о Дягилевском фестивале, который в этом году ушёл в онлайн, хотя Теодор Курензис, покинувший Пермский театр, надеялся до последнего, что удастся летом провести его. Но Дягилевский фестиваль – это всегда очень особенные персоналии, прежде всего иностранные, которые привозятся в Перм. Это оперные премьеры. Всё это в данных условиях, то есть какие-то массовые мероприятия, проводить было крайне сложно, почти невозможно. Поэтому их перенесли просто на год. Кстати, сам Теодор в период пандемии проводил под Пермью в своём доме, в Демитково есть местечко, и был готов в любой момент включиться в проведение этого фестиваля. Тем не менее, я надеюсь, что в следующем году у нас будет возможность увидеть продолжение, я думаю, какое-то обновление его. И поэтому поговорить о его концепции будет интересно. Это именной фестиваль, но именной фестиваль такой особой персоны в нашей культуре, которая на стыке академического и такого шоу, шоу-бизнеса, не побоимся этого слова, и, с другой стороны, это крайне элитарная программа, рассчитанная на публику, которая хочет увидеть именно это, именно в этом месте, именно с этими артистами. И, поверьте, в Перми такой публики оказалось немало, а ещё больше оказалось публики, которая готова специально поехать в Перм, чтобы получить вот это откровение Теодора Курензиса. Я не случайно говорю такие вот немножечко пафосные, специфические слова, потому что действительно Теодор себя позиционирует как некий гуру. Ну, может быть, он это не делает специально, но, во всяком случае, это так выходит для общественности. И, можно сказать, что важной миссией этого фестиваля является не только пропаганда определённого направления в искусстве, но ещё и воспитания ряда и круга единомышленников, которые способны воспринять то, что предлагают им музыканты в Перми, и включиться как бы в этот процесс воспроизводства и развития определённых направлений в культуре, определённой эстетики в культуре. Для этого там проводится, скажем, насыщенная образовательная программа для молодых музыковедов, для молодых исполнителей, которые обучают исполнительским практикам современного исторического подхода. Музыковедам читают, например, курсы, лекции, связанных с историей оперы, когда показывал Жанна Дарк на костре, это была история оратории, которую читал Алексей Парин. Причём это лекции не узких преподавателей, скажем, истории музыки из вуза, а это именно такой с культурологическим акцентом лекции известных музыкальных критиков либо театроведов, которые видели многое собственными глазами. То есть это лекции, пропущенные через собственный опыт, через собственный взгляд на искусство, там нет каких-то догм и навязываний мнений из учебников, а даётся самая широкая панорама и перспектива того, что вообще происходит сейчас и в мире. И в этом очень большая ценность. Плюс, конечно, необычные программы. Но вот здесь у меня есть картинки. Сейчас мы вот пропустим. Вот смотрите. Ночной концерт. Даже слип-концерт переводится не ночной, а такой, я даже не знаю, концерт во сне. Вот это холл гостиницы «Урал» в Перме. Известная гостиница прямо напротив филармонии. Там, значит, в 2018 году это было. Они выставили кроватки прямо по всему холлу. И людям предлагалось лечь и чувствовать, хочется спать, спить их. Хотите, просто релаксируйте и слушайте музыку. Это вообще, надо сказать, ночные концерты для Теодора Курвензиса. Особая история. Потому что это какой-то особый антураж, какое-то особое состояние психики человека. Это уже пограничный момент между днём и ночью, когда человек уже закончил со всеми делами, готов погрузиться в искусство. и уже впереди он никуда не торопится. Поэтому это полумедитация, полувстреча с музыкой. Но вот, например, видите, концерты такие. Это был пластический перформанс, достаточно необычный. А даже фортепианный гала, вот мы видим, это всегда затемнённая атмосфера. То есть внешний антураж очень важен. Ну вот на московском форуме я записала слова Теодора о том, что для него значит фестиваль. Мы сейчас послушаем. Единственное, что постарайтесь как бы, ну, вслушаться в его слова, потому что он говорит не очень здесь отчетливо, но он всегда вообще говорит с акцентом, поэтому... Какой-то срок в себе, чтобы показать, как, в принципе, должно было быть ежедневной жизни. То есть фестиваль, который я ругожу, это максимум, в лучшем случае, 10 дней, 2 недели. В принципе, так хотелось бы, чтобы было каждый день, и так хотелось бы, чтобы было весь год. Но это невозможно. Поэтому фестиваль для меня это такой утопический форум, где люди приходят, и они погружают свои хорошие письма. И у всех есть такая творческая настроение, когда они приходят. И все готовы на все. В принципе, это вот самая главная энергия фестиваля. Это то, что мы с двумя каждой год, что время, на пакушистом вместе с вместе с вместе. Поэтому это важно, что каждый год, не только исполнитель, которые стоят в Дайот, а еще важны из речи, которые говорят, как уголк, как умолк, и Дайот ответ. И так это происходит, когда это важный, что диалог, и люди меняются. И исполнитель, и слушатель из речи. Ну, вот утопический форум, наверное, это самая такая важная мысль здесь. И интересно, что Дягилевский фестиваль также инициирует создание новых сочинений современными композиторами. Ну, например, из таких ярких премьер можно вспомнить Кантас Алексея Семака. Потом эту оперу привозили в рамках «Золотой маски». И я вот в Перми не видела, посмотрела здесь, в Москве. По-моему, это было во дворце на Яузе. И действительно, сильнейшее впечатление, но это какое-то такое вот действие. Необычен выбор состава для хора и солирующей скрипки. Хор выступает, естественно, как некий такой участник мистерии. И вообще-то в мистериальном антураже сделано было. Необычайно интересное произведение и музыкально, и сценически сделано. Тристия Филиппа Эрсана на тексты заключенных с пацифистским пафосом сочинение тоже очень здорово сделано. А вот, кстати, этот слип-концерт, я посмотрела в своих записях, в нём участвовал, скажем, наш артист Сергей Полтавский, и они там играли колыбельные. До этого у Теодора был ещё один такой концерт, который он вначале показывал в Перми на Дягилевском фестивале, а потом возил неоднократно, вот в Заряде привозил. Концерт назывался «Медленная музыка». Семь медленных частей из семи фортепианных концертов. В Москве-то играл полностью Антон Батагов, в Перми там было, по-моему, несколько разных солистов. Но вот, опять-таки, музыка для релаксации, ночной концерт, предлагалось погрузиться в некую медитацию, можно спать, и, как говорил Курензис, исследовать границы своего воображения. То есть для него вообще посещение концерта классической музыки – это такой важный обмен энергетиками. Мы ведь не всегда задумываемся, с каким чувством мы выходим с концерта. Бывают концерты, но особенно, может быть, люди, которые часто ходят, они ощущают, что они вышли уставшими, вот какими-то выжатыми. То есть это бывает, иногда это бывает сложная музыка, да, безусловно, но чаще всего это происходит, например, от не очень интересного, скучного исполнения. Из-за того, что ты сидишь и вынужден как бы вот этот мысленный диалог вести с неинтересным тебе человеком, да, но диалог невербальный, вот через энергетику, которую он подаёт в зал, и ты получаешь. Он тебя может вымотать. Но когда вы бываете на концерте, который приносит вам радость, когда вы слушаете какую-то невероятно интересную концепцию, либо это зажигательное исполнение, и ты выходишь обновлённым, но вот для меня это действительно сравнимо, я не знаю, там, с посещением, не знаю, занятий йоги, например, да, когда ты приходишь домой, и ты на каком-то волне подъёма готов, не знаю, сам что-нибудь выучить, что-то написать, сделать такое творческое. Действительно, нужно понимать, что концерт классической музыки, он действительно может вас энергетически обогатить, перезапустить. И поэтому, ведь очень многие артисты говорят, не обязательно понимать классическую музыку, не обязательно её знать вот там, где главная побочная тема, но важно вот как бы погрузиться в неё и уловить то эмоциональное воздействие, которое она может тебе дать и тебя обогатить. И вот для Теодора этот эмоциональный аспект и обмен эмоциями очень важен. Отсюда, мне кажется, и вот его некие внешние сигналы, которые он подаёт публике, его повышенная жестикуляция, его вовлечённость в исполнение, он отдаёт много энергии, и мы много от этого получаем. Ну вот об образовательной программе я уже сказала, и хочу сказать, что, например, Курензис это формулирует так, наличие образовательной программы, мы создаём пространство, в котором люди могут обнаружить другие возможности существования, попытаться осознать, кто мы такие. Образовательные проекты, воркшопы, творческие встречи, сопровождающие главные события фестиваля, создают эту особенную атмосферу, творческую среду, в которой рождаются новые замыслы, создаются новые смыслы, происходит эволюция жизни и искусства. Дягилевский фестиваль – это один большой спектакль, в котором участники, зрители, режиссёры, артисты, исполнители. Это сотворчество людей, которые осознают, где они находятся в данный момент и ищут правильную тропинку в будущее. Ну, надо сказать, что образовательной программой сейчас озаботились многие ведущие фестивали. Ну, вот, скажем, на Транссибирском фестивале была тоже очень большая академия, где сам Вадим Репин проводил мастер-классы со скрипачами, но не только, там были и другие специальности. Был очень большой журналистский форум для молодых журналистов, где выступали с лекциями ведущие критики. В Сочи, я уже говорила, тоже своя большая образовательная программа, причём там это называется департамент, и там есть, скажем, департамент композиции, где молодые композиторы читают лекции, главное, разбирают их сочинения. Александр Чайковский, Кшиштоф Майер, то есть там интернациональный состав команды педагогов с совершенно разной инструментальной специальности. И вот из этого фестиваля выросла и идея, на самом деле, Всероссийского юношеского симфонического оркестра, потому что очень много ребят приезжало, очень много талантливых детей из этого региона, из разных регионов, и было видно, что их нужно как-то объединять в какой-то общий проект, не бросать их, чтобы это не было единичной какой-то встречи раз в год, а что их нужно вот курировать и вовлекать. И я хочу сказать, что буквально в субботу я слушала выступление этого оркестра в Туле на 500-летие Тульского Кремля и поразилось, что действительно вот этот оркестр уже сложился. Играют они здорово, они играли довольно сложные вещи, например, праздничную вертюру Шостаковича. И действительно, без дураков это слушалось очень качественным и интересным исполнением. Теперь мы поговорим о фестивале и о таком понятии фестивального движения как франшиза. Ну, мы знаем этот термин, скажем, в ресторанном бизнесе или в отельном бизнесе. То есть, когда известный бренд зарубежный распространяется по всему миру, выкупается права не только на название, но там и интерьер соблюдается, и, не знаю, там, меню в ресторане. То есть, это полностью клон вот там, не знаю, Хилтона в Лондоне, да, он у тебя будет в Москве, в Нью-Йорке, в каком угодно городе, где эта франшиза выкуплена. И вот интересный момент в фестивальном движении. Вообще, это оказалось ноу-хау Свердловской филармонии, которая решила пересадить на российскую почву довольно известный зарубежный фестиваль «Безумные дни». Фестиваль, родившийся в городе Нанти, его продюсер Рене Мартен. Потом он этот фестиваль сделал в Японии, сделал в Варшаве и, по-моему, уже сейчас в Израиле. И специально директор Свердловской филармонии Александр Колотовский летал на переговоры к Рене Мартену и уговаривал, и убеждал его, что можно сделать фестиваль с такой концепцией в Екатеринбурге. Что это за концепция? Сейчас я вам покажу ролик, чтобы здесь он довольно ясно показывает, о чём идёт речь. Смотрите. Значит, три дня проходит такой концепт, такой фестиваль. Сто концертов за три дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы видели цифры? Значит, три дня, сто концертов, пятьсот пятьдесят артистов, тридцать две тысячи слушателей. На самом деле, это грандиозные такие показатели. Каким образом это делается? Концепция фестиваля такая. Короткий концерт, направленный на людей, которые не приучены слушать классическую музыку. Разумеется, там нет ограничений, и приходят все, кто хочет на эти концерты. Но миссия фестиваля в том, чтобы вовлечь в знакомство с классикой, как можно более широкий круг слушателей. И Рене Мартен говорит, использует такой термин десакрализация классической музыки, чтобы она перестала быть элитарной. Задача в том, чтобы музыка стала доступна самому широкому кругу публики. Есть люди, не сумевшие по тем или иным обстоятельствам встретиться с классической музыкой, считает Рене Мартен. Одни считают, что это не для них, другие, что надо ходить на концерты, только если ты сам играешь на каком-то инструменте. То есть люди сами себе ставят барьеры. Поэтому, как говорит Мартен, я подумал, надо предвосхитить их сомнения и пойти навстречу. Например, короткие по протяженности концерты. Ведь если человек первый раз в жизни идет в концертный зал и слушает два часа сонаты Бетховена, то, скорее всего, он потом скажет, что это не для него. Но послушать одно-два произведения в течение 40-50 минут на это хватит концентрации и внимания. Потом, отдохнув, люди могут захотеть услышать что-то другое. Кроме того, как говорит Мартен, он специально снизил тарифы на билеты, потому что они не должны быть дорогими, так как это тоже создает барьер для молодежи или для семейных походов с детьми. При этом он добивается высокого художественного качества начинки фестиваля. Вот он говорит так. У меня большая амплитуда среди приглашенных артистов от очень известных до только начинающих карьеров. Но каждая из них с радостью подключается к этой авантюре. Березовский, Луганский, Плетнев, Версаладзе, Башкиров. Это я называю только российских артистов. Они все с радостью участвуют уже не один год. Но давайте мы еще кусочек посмотрим, как сам Мартен расскажет об этом. Версаладзе от Екатеринбург, все это было прекрасно. Но мы никогда не играли там. И поэтому, для меня, это было очень радо, чтобы представить новые артисты, которые, я думаю, будут иметь огромный успех, потому что это очень большие артисты. И я думаю, что мы сможем создать пассерельные отношения с оркестром, с Екатеринбург, и все эти большие артисты интернациональные. Ну, он вообще очень интересный человек. Он сам рассказывал, что он начинал как продюсер во Франции, в частности, продюсировал в фестивале Рихтера в Турине, в Турине, вот этом, в амбаре. И вот это знакомство с русской культурой на него оставило очень, наложило большой отпечаток. Он там познакомился как раз и с Юрием Башметом, и с Натальей Гутман, с квартетом имени Бородина, но вот со всеми музыкантами круга Рихтера. И вот он говорил, что когда 30 лет, 20 лет назад в Нанти возник этот фестиваль, уже после смерти Рихтера, туда приехала Наталья Гутман и сказала, Рене, ты реализовал мечту маэстро. Ну вот смотрите, значит, 3 дня по 50 концертов в день в 8 залах. Значит, идея в том, чтобы человек, когда закончился один концерт, имел возможность в шаговой доступности перейти в другой зал на следующую программу. И вот в Екатеринбурге есть эти условия. Там филармония, потом музыкальное училище, буквально через 3 дома, через 2 дома, маленький такой учебный театр театрального института, через одну улицу, так называемый камерный театр с очень симпатичной такой сценой. Если пройти вперед минут 5, там будет здание Тюза, Свердловского, и так называемый дом музыки. Там еще есть такой небольшой зал. В принципе, есть еще театр мускомедий, который не задействован, но теоретически потенциально это тоже могла бы быть площадка. То есть видите, так удачно расположена филармония, это улица Карла Липкнихта, что там действительно можно выстроить всю эту логистику фестиваля. По поводу билетов. Это проза жизни, но очень важная, потому что известные артисты соглашаются поддержать Мартена не только своим физическим участием, но и как бы понимая, что они играют не полноценные концерты, а часовые, даже меньше, по 40 минут, и они готовы за один гонорар сыграть, скажем, 3 концерта. Таким образом, действительно, финансовая сторона не является здесь главной, не является способом какой-то коммерческой наживы, не побоимся этого слова, но, тем не менее, финансовый успех тоже есть, потому что вот эти недорогие билеты все покупают охотно, и таким образом все равно прибыль существует. Кроме того, сам Мартен, например, пропагандировал такую идею. Человек, выходя с концерта, мог купить флешку за 1-2 евро, где уже там была запись вот с услышанной программы, и унести как бы ее с собой. То есть здесь не требовалось никакой ни полиграфии, ни специальные выпуски дисков, а все вот прямо на ходу готовилось, и это тоже привлекало внимание, и какой-то был промо этого фестиваля, потому что потом человек мог переслушать в машине эту музыку и вспомнить свои приятные впечатления и захотеть вернуться уже в концертный зал просто так, посмотреть, что там еще может быть. То есть это очень важный такой воспитательный и вообще маркетинговый момент. Если мы заговорили о Свердловской филармонии, вообще она является флагманом в нашем российском филармоническом движении, наряду, наверное, с Московской филармонией два таких крупнейших столпа. В самой филармонии в Екатеринбурге есть целый ряд фестивалей, но вот как они мне рассказывали, для себя они выявили некую такую концепцию, как нужно организовывать фестивальное движение внутри филармонии. Например, Рустем Хасанов, заместитель директора филармонии, говорит так, я представляю не проектный офис, а крупную концертную организацию, которая проводит ежегодно свыше 4000 живых концертов и виртуальных, и фестивали не занимают 100% нашей деятельности. Их всего 5 в сезон. Но эти 5 фестивалей, они являются доминантными точками, они специально пиарятся. И это очень важный момент, потому что, как сделать лицо филармонии? Если пытаться из каждого концерта делать события, то представляете, 4000 событий, это девальвация вообще ценности и самого понятия событийности. Поэтому у них идет текущая жизнь, очень интересная, там бывают, правда, очень хорошие артисты и очень индивидуально подобранные программы, но совсем не каждое событие они хотят выставлять на витрину. Вот эти фестивали, это безумные дни, они проходят обычно либо летом в июле, либо в самом начале сентября, первые три дня. Фестиваль Евразия, который проходит раз в два года в октябре. Ну, сейчас у них должен был проходить тоже очень интересный фестиваль симфофорум, когда на неделю в Екатеринбург соезжаются ведущие симфонические оркестры России и один зарубежный. Такая концепция. К сожалению, естественно, этот симфофорум сейчас на год просто был перенесен, но, видите, они разные по наполнению. Евразия – это с элементами этно, классика и этно. Симфофорум – это фактически такой батл оркестров, потому что, хотя просто каждый оркестр каждый день выступает, но всё равно возникает невольное соперничество, невольное сравнение, кто лучше, кто хуже, кто оригинальнее. Чаще всего они приезжают со своими худруками, то есть это некое сразу лицо оркестра, вот его визитная карточка, что он может, какое его направление, состояние в данный момент. И ещё в марте у них бывает Бах-фест, это органный фестиваль, Бах в контексте какой-то культуры, и фестиваль Дениса Мацуева, который проходит уже пятый раз, и Денис привозит обычно туда молодых исполнителей, которые он открывает на своём конкурсе Grand Piano Competition и Астана. То есть это такая вот презентация молодых исполнителей. Видите, разные фестивали с совершенно разными концепциями, абсолютно разными задачами, и вот мне кажется, вот они сами формулируют эти задачи так. Возможность внедрения и привнесения в общественное сознание различных культурных практик. Способ достучаться до разной публики. Действительно, на этих фестивалях приходят очень часто те, кто не интересуется классикой. Решать разные творческие задачи, безусловно. Пробовать и искать, и находить разные адреса позиционирования своей деятельности. А также чисто практическая задача разрабатывать и применять на практике разные технологии планирования, продвижения и проведения. Ну вот мы сейчас находимся с вами в такой уникальной ситуации, которую опять-таки в Екатеринбурге люди сформулировали так. Мы будем этот сезон проводить с колес. То есть в ситуации, когда планировать ничего невозможно, когда каждую неделю может оказаться так, что нужно отменить всё, что ты запланировал, никто и не планирует на год вперёд, даже на полгода вперёд. То есть есть какие-то реперные точки, но свой первый фестиваль, который они провели в августе, они спланировали буквально за 10 дней. То есть вот решили, что через 10 дней им сказали, что даётся разрешение на проведение open-air концертов. Ну мы знаем, что вот летом это была первая возможность возвращения массовых культурных мероприятий. И они запланировали пять концертов. Борис Березовский, Денис Мацуев, Даниил Крамер, Иван Бессонов. То есть музыканты разных поколений, разных эстетик. Все тут же откликнулись и приехали, потому что вот эта ситуация, она уникальна ещё и тем, что у артистов образовалось довольно много свободного времени, и они готовы мобильно откликнуться на любые какие-то интересные для них идеи. Эта ситуация уже давно не была. Вот таких знаменитостей, как я перечислила, графики были расписаны на три-четыре года вперёд, вписаться было невозможно, дождаться их в свой проект тоже было очень сложно. И вот, пожалуйста, можно обратиться к менеджеру, либо позвонить напрямую, если ты знаком с этим артистом, и он к тебе приедет. То есть пользоваться и ловить удачу в таких ситуациях тоже можно. То есть везде можно найти какие-то свои плюсы. Как это неудивительно, когда кажется, что уже плюсов никаких нету, они всё равно обнаруживаются. Теперь ещё один интересный фестиваль, фестиваль возвращения, фестиваль камерной музыки. Мы здесь в консерватории о нём очень хорошо знаем, потому что он уже несколько десятилетий проходит здесь, в малом зале консерватории. У них есть свой формат. Четыре концерта с интервалом в один день стартует, как правило, 6 января или в районе Рождества православного и идёт в течение фактически 8 дней. Три из программ этого фестиваля представляют собой очень концептуальные коллажи, а четвёртая называется концерт по заявкам, причём по заявкам не публики, а самих артистов. То есть артисты получают возможность сыграть что-то своё любимое, заветное, что им давно хотелось. Этот фестиваль также это встреча и образование каких-то новых ансамблей. могут встретиться и поиграть вместе артисты, которые раньше этого не делали. И в этом тоже такая прелесть. Вот, кстати, по этому поводу есть такое интересное высказывание, сейчас я вам его включу. Что значит фестиваль для самих артистов? от кого-то, кого раньше знал по имени, но не знал лично, и может начаться потом что-то новое. Не только в смысле концерта, но в смысле обогащения отношений, потому что ты получаешь идеи, и иногда ты впечатлён, потому что ты знал кого-то по обложкам дисков и журналов, а потом ты встречаешь этого человека, и ты понимаешь, что он просто человек, что вы можете говорить о детях, о домах, о семье, о семейных проблемах, это важно, и это это итальянский скрипач Массима Кварта, вот такая реплика, что фестиваль значит для артистов. Возвращаясь к возвращению, если так можно сказать, очень интересные действительно программы, когда он только начинался, я бы сказала, что они как-то поразили вообще нашу культурную общественность тем, как можно какие идеи вообще придумывать для объединения разных произведений. Ну, например, у них были программы «Несвобода» или «Смерть», или сейчас как же он назывался «Оппортунизм», например, была такая любопытнейшая программа. Мы знаем это слово вообще еще из школьной программы, да, там эти штрейхбрехеры и оппортунисты, переводится по-русски это приспособленчество. Но вот как вы думаете, какие вообще произведения и композиторы могли бы войти в такую программу? Например, Камильсон Санс, который написал музыкальное подношение бельгийской королеве, Людвиг Бетховен, который посвятил свою велончельную сонату русскому королю Фридриху Великому, Бах, который посвятил свои Бранденбургские концерты Марграфу, Людвигу Бранденбургскому, как написано в аннотации, таким льстивым письмом, что просто стыдно читать. Но это исторический факт, что он действительно написал эти концерты в нанежде, что Марграф, который имел очень продвинутую инструментальную капеллу, позовёт Баха на пост руководителя, потому что в этот момент Бах хотел уехать из Кёртона и срочно искал место работы. Это было написано на стыке Кёртонского и Лейцевского периода. Ну и так далее. То есть видите, с каким можно юмором даже обыграть очень известные сочинения и его упаковать в такую общую программу. Но интересно с историей этого фестиваля то, что сейчас он проводится с помощью краудфандинга. То есть ещё видите одно иностранное слово, одно иностранное технология. Что это такое краудфандинг? Это сбор средств общественных на проведение какого-либо проекта или акции. Ну вот у нас есть сайт планета.ру, где каждый может вывесить свой проект, сделать его презентацию, написать сумму, которая тебе нужна для его проведения и попробовать раскрутить публику, вызвать интерес и чтобы тебе присылали пожертвования на проведение твоей акции. Акции там совершенно разные. Это не только фестиваль, издание книги, создание какого-то курса, видеофильма, ещё что-то. То есть это может быть абсолютно любая творческая акция. Но там такое правило, что там даётся определённый срок на сбор этой суммы. И если ты её не собрал, то деньги все возвращаются. То есть там такой есть маленький спортивный момент, что ты либо набираешь и реализуешь проект, либо как бы нет. Какие там есть льготы или такие приманки что ли для жертвователей. ну например сейчас я вам скажу там прямо здесь перечисление буклет фестиваля с автографом руководителя. Вознаграждение можно получить перед концертом фестиваля. Статус мецената можно получить если ты жертвуешь определённую сумму например 100 тысяч рублей и ты получаешь буклет фестиваля с автографом руководителя, персональную благодарность в буклете, возможность присутствовать на репетиции, два приглашения на любой из концертов фестиваля, два приглашения на банкет после окончания фестиваля. Ну надо понимать опять-таки что для людей не связанных с искусством вот эта возможность сократить дистанцию между артистом и человеком из публики вот почувствовать что артист это тоже человек у которого есть такие же сходные интересы с тобой обсудить что-то узнать его мнение лично пообщаться пожать руку действительно кажется таким весомым эквивалентом потраченных или пожертвованных денег поэтому фестиваль этот успешен и действительно они каждый раз собирают нужную сумму и проводят свой проект ну и вот например еще в качестве такого рекламного хода там были вывешены некоторые ролики известных людей искусства которые приглашали донаторов принять участие в этой акции и вот смотрите композитор Леонид Десятников например таким образом формулирует необходимость поддержки фестиваля возвращения дорогие товарищи вы наверное не хуже меня знаете как тяжело провести первые две недели января если вы не разделяетесь всенародную любовь к духу наркотикам и рукам в эти траурные дни между новым годом и старым годом старым годом я советую вам прийти в Московскую консерваторию на концертный фестиваль возвращения потому что этот фестиваль в этот тяжелый период времени является одним из многих островков здравом прекрасная камерная музыка исполняемая высококлассным музыкантом недорого стоя поэтому унижающий прошу вас откажитесь на некоторое время от пандемика с чистого сосудом бекона прекратите временно покупать арахис и жирные тортики вместо этого будете писать планета.ру и финансово поддержите высшую помянутую фестиваль возвращения спасибо вам большое ну вот видите такой экстравагантный призыв но уверяю вас что он действует иногда круче чем какие-то воззвания ну и напоследок как я обещала мы поговорим немножко о фестивалях современной музыки я составила ну такую небольшую табличку давайте на нее посмотрим разумеется это не полный список фестивалей ну может быть самые какие-то такие репрезентативные с одной стороны с другой стороны я посмотрела что делается у нас в регионах все-таки не только в столице но мы видим два таких тяжеловеса два главных старинных фестивалей еще с советских времен это петербургская тогда она называлась ленинградская музыкальная весна где действительно состоялось очень много интересных знаковых примеров произведения советских композиторов тех лет московская осень с 79 года существующая мы тоже знаем что в годы застоя например и в 90-е годы когда была такая вот турбулентность этот фестиваль был фактически единственным островком где звучала современная музыка где композиторы могли все-таки раз в год свое новое сочинение услышать безусловно они могли наверное еще где-то но для этого требовались специальные усилия нахождения зала артистов денег не все композиторы отнюдь на это способны этот фестиваль давал какую-то возможность стабильно спланировать свою премьеру раз в год московский форум который проводится у нас здесь в консерватории фестиваль сразу он был с такой особой концепцией где современная музыка пересекалась например с сочинениями более ранними то есть выстраивался какой-то диалог диалог эпох кроме того там всегда была образовательная программа а также приглашались на этот форум зарубежные композиторы звезды величины с которыми можно было пообщаться и как-то ну вот тоже понять что происходит в мире то есть этот фестиваль был направлен на то чтобы мы не выпадали из общемирового контекста тоже было очень важно вот фестивали которые уже возникли в 2000-е года фестиваль другое пространство в Москве мы его сейчас все очень хорошо знаем благодаря художественному руководству Владимира Юровского он приобрел совершенно какое-то другое измерение интеллектуальный вот этот флёр который характерен вообще для всего что делает Владимир Юровский но я вот помню как начинался этот фестиваль он начинался тоже с небольших концертов в необычных пространствах концертного зала Чайковского там значит обнаружился такой вот фактически подвальное помещение закрытое один концерт попробовали провести на крыше концертного зала Чайковского это было надо сказать очень необычно и даже жалко что потом отказались от этой идеи потому что это конечно необычные впечатления но там стеклянный пол потому что купол зала как выяснилось он стеклянный поэтому там может находиться ограниченное количество народа и какие-то ограниченные действия могут происходить чтобы этот купол просто не проломился под тобой но и по словам Алексея Алексеевича Шалашова вот они опасались что сам концертный зал Чайковского где больше тысячи мест что он просто не будет наполнен публикой вот последние фестивали другое пространство они уже проходят в основном именно в концертном зале публики там огромное количество это пользуется большой популярностью но опять-таки этого фестиваля ждут к нему готовится сама филармония на протяжении нескольких месяцев ведет определенную рекламную политику записывает и обращение Владимира Юровского каких-то артистов то есть здесь выстраивается именно приучается публика к тому что что будет в программе это очень важно потому что мы видим что просто включение современного произведения в обычную программу оно не всегда может сыграть на пользу самому произведению потому что все зависит от контекста были такие случаи когда классика убивала современное произведение в силу каких-то особых качеств и той музыки и другой поэтому всегда очень хорошо нужно просчитывать эффект сочетания произведений в программе между собой фестиваль Конкордия в Казани он связан с именем Софьи Губайдулиной в честь нее создан и первые фестивали там была практика что в каждом концерте должно было обязательно прозвучать какое-то произведение этого композитора но фестиваль уже длится вы видите будет десятый год естественно столько сочинений у Губайдулиной уже нету по крайней мере чтобы не повторяться из года в год и концепция претерпела серьезные изменения в начале она была довольно демократичной то есть там звучали сочинения которые бы мы не всегда отнесли даже к современной музыке ну и Шостакович и Прокофьев это уже все-таки классика 20 века но постепенно публика там приучилась к существованию этого фестиваля и уже например в прошлом году там были прекраснейшие интересные программы там Штокхаузен исполнялся в этом году Адамс будет звучать то есть уже самые такие сложные и оригинальные персонали возникли в этой программе то есть фестиваль явно развивается явно видоизменяется и это очень интересно Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки он связан с центром remusic.org довольно интересная институция которая существует с 2014 года по-моему сам центр даже на несколько лет раньше возник но фестиваль с 2014 года существует там тоже как и в московском форуме обязательно приглашаются ансамбли современной музыки из разных стран приглашаются композиторы резиденты не только российские но вот акцент делается опять-таки на иностранные персонали то есть знакомят нас знакомят с тем что происходит в мире как принято исполнять современную музыку и там есть еще образовательная программа завязанная с фестивалем композиторы которые в течение года проходят образовательный курс платный кстати потом имеют возможность получить право исполнения своей партитуры но самые лучшие которые проходят отбор тем не менее исполнение музыки вот в этом фестивале то есть здесь видите аккумулированное какое-то количество разных аспектов но вот фестиваль картинки с выставки в Нижнем Новгороде он направлен на как раз исполнение только но не только но приоритетно нижегородских композиторов то есть здесь он продвигает творчество своего региона кстати в Казани там тоже есть фестиваль современной татарской музыки мирас он проводится союзом композиторов и тогда там тоже исполняются татарские композиторы их новые сочинения это так сказать смотр достижений собственной культуры ну если какой-то подвести итог моему рассказу то мы вернемся к изначальному тезису что собственно нет никаких рамок ограничений в концепциях фестиваля их огромное множество каждый волен придумать свой собственный фестиваль но однако нужно понимать что у фестиваля как и вообще у любого явления в природе существует момент рождения момент становления потом момент расцвета и подъема и потом умирание и спад если понимать что такая динамика естественно то можно предотвратить например последний этап то есть спад фактически вы все время должны думать как подпитывать свой проект как его развивать как вносить что-то новое динамизировать его потому что если вы изобрели какой-то шаблон клише для своего проекта его просто из года в год повторяйте наполняйте каким-то рядом произведений каким-то рядом артистов то волей-неволей он как-то стагнируется к нему теряется какой-то интерес и фактически интерес теряется прежде всего у самих руководителей которые в какой-то момент но это уже не является какой-то творческой деятельностью я бы может быть назвала как это не прискорбно пасхальный фестиваль потому что сейчас он субьился к идее гастролей оркестра Мариинского театра по России с его главным руководителем исполнением каких-то сочинений которые сам оркестр узнает обычно в день концерта и уже давно вывешивается просто афиша что вот оркестр Мариинского театра и Валерий Герниев приезжает в такой город в этом есть определенная концепция когда мы говорили с вами о доступности культурных ценностей то есть здесь идея что вот существует такой выдающийся коллектив и дирижер он играет интересную музыку и этого достаточно чтобы вы пришли и послушали но может ли это быть концепцией фестиваля это вопрос скорее это некая просветительская акция важная безусловно но не имеющая отношения к самой идее да вот и смотрите сейчас из-за пандемии пасхальный фестиваль проходил в августе и все как-то удивлялись как это название пасхальной соотносится с временем года да ну вот здесь открытая форма и мы ставим многоточие и наверное если у нас нет каких-то вопросов которые вы хотите со мной обсудить на этом бы я завершила свою презентацию этой темы спасибо 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 спасибо